Перед началом видео напоминаю, что у меня есть бусти, где ролики выходят раньше, чем на YouTube, да ещё и без цензуры. А также, с недавних пор, там выходят реакты на обозреваемые фильмы. И на этот в том числе. Ну и, конечно же, есть ТГшечка, где я просто постоянно что-нибудь пощу и стараюсь общаться со всеми по возможности. А вот это знаете кто? Это мои бустеры. Им вообще никакие твари ни подводные, ни надсушные, ни страшные. Они вообще всех уделают. Люблю их. О, всё. Начинаем. Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал «Коротко, а не коротком». С вами, как всегда, Кин. И давайте не будем затягиваться вступлением. А если я к концу обзора расплавлюсь керам, то это только потому, что у меня закрыто окно. Встречайте, тварь Питера Бенчли. Ну или же в оригинале Критчур. Оно же существо, оно же создание. Да, вот так вот. Рождаешься существом, попадаешь в Россию и становишься тварью. Сам же фильм снят по роману, как вы, возможно, догадались, Питера Бенчли «Белая акула», который, к слову, я не читал. Но, ознакомившись с краткой выжимкой, могу сказать, что фильм не то, чтобы прям дословно основан, а скорее вдохновлен идеей и немного переработан. И если вы не знаете, кто такой Питер Бенчли, то стыд вам и позор. Ладно, я шучу, это на самом деле неудивительно, что вы его не знаете, у него не так много экранизаций. Но есть и одна культовая. Да-да, именно культовая. И это челюсти. Да, если кто не знал, челюсти основаны на книге. Если честно, то я вот не знал. Я же не один такой. Снял же тварь Стюарт Гиллард. Дядька примечательный тем, что он также снял, как классных зачарованных 98-го года, к слову, того же года, что и тварь, так и снявшись за шкварных зачарованных 2018-го года. Ну вот, пожалуй, со вступлением и закончим. Хотя, сразу оговорюсь. Данный фильм состоит из двух частей, и обзор также будет поделён. Так что, если захотите вторую часть, то накидайте лайков, комментариев, подписок, да всё что угодно. Накидайте, хоть свои грязные трусы в комментарии кидайте. Главное, чтобы я видел, что вторая часть нужна. Ну, а теперь заваривайте кокосовое молоко с морской водой. И приступаем к просмотру. Начинается фильм с пафосно-серьёзной нарезки. Людей убивают, и, похоже, в исследовательском центре военно-морского флота знают почему. Четверть века назад они пытались остановить эту тварь. Только у меня есть доказательства её существования. Ебать, это чё сейчас было? Как мы поймём дальше, это был флэш-форвард. А пока что мы отправляемся в прошлое, на 1972 год. На Карибский остров. На который добирается не капитан Джек Воробей. Он к тому моменту уже давно помер. А какой-то военный дядька. Встречает нашего вояку Джон Карло Эспозито. Так вот, чем Гус занимался до того, как стал бизнесменом. О, блин. Так и знал. Ну, а прилетел военный дядька, чтобы ему показали дельфинов-убийц. Это Турсиопскар Харрис. На, дельфины. Ну и что здесь опасного? Это Турсиопскар Харрис. Ну ты это в третий раз повтори одно и то же. Может, это ебанятина и станет понятней. Повторяю. Это Турсиопскар Харрис. Теперь не всё-всё стало ясно. Короче, водный котопёс получился путём скрещивания. Дельфин и акула? Ну как? Дельфин. Акулу. Полюбил глубокой трепетной любовью. Эти акульфины свирепы и умны. И хорошо подаются дрессировке. Ну прям как чихуахуа. Но оказывается, что был ещё один эксперимент. Там ещё один гибрид. В ходе этого эксперимента смешали ДНК дельфина и человека. И получился... Глен. Первый доброволец в проекте суперсолдат-человек-дельфин я отдал свою ДНК родине. И теперь обладаю силой-интеллектом дельфина. Ладно, шучу. На самом деле это побочный эксперимент, суть которого нам сейчас объяснят. В антогенезе повторяются основные черты филогенеза. Антогенез повторяет основные черты филогенеза. Вы чё, прикалываетесь? Ладно, я тоже повторю ещё раз. От того, что вы повторяете какую-то непонятную ебенятину, она понятнее не становится. Антогенез повторяет основные черты филогенеза. Ты чё за хуй-то паришь? Ладно, объясню сам. Это тоже Акульфин, только более умный и более злой. И он хочет съебать отсюда. Останови колесо. Да, сэр. Не получается. Ты дурак, что ли? Ну, слушайте, неудивительно, что у вас эксперимент по звезде пошёл, раз у вас там такие гении работают. Ладно, давайте вместе поможем Даше решить эту проблему. Смотрите, детишки, у колеса есть рёбра. И если промеж них вставить продолговатый предмет, но не свою пипирку, а что-то твёрдое, то колесо остановится. К сожалению, учёные оказываются не столь умные, как ведущие этого канала. И Акульфин сбегает. Сплывает. По ходу дела, кормясь всеми и каждым, включая своего папашку. Акульфина, конечно, пытаются усмирить продолговатыми шокерами, но ему ровным счётом насрать. И тогда Гус принимает гениальное решение. Он садит его в клетку и... О чём ты думал, дебил? Ну, конечно. Давайте отвезём бесконтрольного водного монстра в океан, хоть и в клетке. Хотя, чё я жалуюсь? Чего я ещё мог ожидать от чувака по фамилии... В общем, Пенистон от войска Кульфина подальше и решает его пристрелить. А потом такой... Нееет, слишком жестоко. Лучше я тебя утоплю. Действие переносится на 25 лет вперёд. И мы знакомимся с доктором Саймоном Чейзом и его другом, высоким человеком. Не, я серьёзно, смотрите. Благо, локализаторы, в отличие от Кинопоиска, додумались не переводить его имя. Что новенького, Толмен? Толмен. Если вкратце, то Док и Высокий изучают и следят за акулами. А именно, Док хочет узнать, почему акулы не болеют раком. Но тут они замечают, что у одной из их поднадзорных проблемы. Похоже, она попалась. Интересно, как? Вот так. О, попался! Попался! Ты на крючке! Они прибывают на место и видят челиков на расслабоне. Но Док говорит, чтобы они съебали. А ещё, что акула, которую они поймали, троянская. Ну, то есть с бэбисом. Но челикам на это похер. А мне просто похер на происходящее, потому что там сидит чувак в охеренной кепке. Это большая хищная акула. Была бы её воля, она схватила бы вас, как эту наживку. Видели? Вы это видели? Я хочу его кепку. Лови, лови, Фрэнк. Хорошая у тебя кепка. В общем, ещё пособачившись, Док сам ныряет освободить подружку. Но он тонет под весом своих стальных яиц. Шучу. Пока он её освобождает, мистер Гавай решает его пристрелить гарпуном к херамакулим. Но высокий такой. Даже не думай об этом, Бен. А на что он рассчитывал? Типа, завалю челика из-за акулы и всем будет пофиг? Может быть. Акулу освобождают, мистер Гавай недоволен, такой Ууу, ну всё тебе, капсда, и уплывает. А Док вспоминает, что ждёт гостей и плывёт домой. По пути его видит Адам, но не ворлок. Кто это? Чейз. Адам рыбачит и случайно ловит ту самую клетку. И, похоже, освобождает Акульфина. Что это? Это мой член. Подождите, подождите, подождите. То есть Акульфина освободили только сейчас? Ведь если бы его освободили раньше, то и весь замес фильма начался бы... раньше. Значит, он пробыл под водой 25 лет? Мне нужно кое-что проверить. То есть даже при условии объединения двух видов выходит где-то... Грубо говоря, полтора часа. Но никак не 25 лет. Бред какой-то. Тем временем, мистер Гавай рыбачит на новом месте на вишневый сок. Но тут Мелкий случайно роняет в воду наушники и Гавай лезет за ними. Гопнулся прямо в трэм. Перенесёмся на сушу, где Док идёт встречать гостей. Как я выгляжу? Чётко. А прилетели к Доку его сын Макс, бывшая жена Аманда и ещё кое-кто. Это твоя новая любовь? Да. Что это? Это Робин Гуд. И он также нужен для сюжета, по крайней мере, первого фильма, как и... Ну вообще там забрасывают удочку, что Робин может каким-то макаром снимать под водой косаток по указке Аманды. Только Робин может подобраться к ним так близко. Чё за ебаный ты нахуй? Блин, это капец как жестоко использовать его для этого. Потому что, если вы не знали, косатки жрут морских львов. Побой. Действительно п***, потому что в сюжет возвращается... ПЕНИСТОН! Который уже вовсе и не Пенистон. Оборотень. 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 Макс отправляется погулять и находит местный клубешник. И он начинает пялиться. Пялиться долго и упорно. Чё пялишься? Ну а потом Снежок заезжает не в свой район. Деревецкому парнишку солнце стукнуло по теме. Ну куда он полез, если он не чёрного племени. Да я белый парень, сельский лох. Но слушать мою лапу, лучше бы я оглох. Снежка решают проверить. Ты должен спрыгнуть с обрыва. Мы все прошли через это. А мы переносимся к Доку и Аманде с их семейными дрязгами. Там ничего особо интересного. Макс останется со мной, нет, не останется, нет, останется и так далее. Но дрязгам мешает местный полицай, который такой Док, идём со мной, глянь, чё покажу. И показывает кусок мистера Гавайи. Судя по ранам, это была акула. Плоть разорвана в клочья. Не сильно она его разудрала. Лучше надо было стараться. Док с его экс не уверена, что это была именно акула. Если это была не акула, то кто? Скутеры. Далее Док говнит на то, что акулы не в Красной книге и пока запрещает выпускать Робина в море. Ведь это так важно. А другая парочка тем временем милуется и нежится, пока не натыкается на рыбаков, недовольных убийством Гавайи. Высокий, конечно, защищает Дока и говорит, что Гавайи просто полезли куда не нужно. Кто это говорит? Шестёрка белого человека? Ну а оборотень чилит в холостяцкой хибаре и вдруг видит знакомую клетку. Даёшь 300 баксов, а я подкину тебе десяток крупных амаров из своего улова. Идёт? Посмотри на себя. Посмотри, как ты выглядишь. Да, вот вам и наглядный пример. Оборотень оккупирует находку, но получив адамский поджопник, сваливает к Доку с Амандой и просит кого-то не тревожить. А потом приходит Высокий и оборотню вообще сносит башню. Тётя Дженни? Тётя Дженни, ты не знаешь тётю Дженни? Ой-ёй-ёй, я его не понимаю. Парочка отправляется на остров, по ходу дела выпустив погулять Робина и обсуждая семейные моменты. Долго обсуждая. А по прибытию Док делится тем, как он получил бывший военный остров. Одиннадцать институтов хотели получить его, но конкурс выиграл я. Я, я. Я такой офигенно важный. Потом Аманда играет с Робином, ведь это всё ещё так важно показать, и рассказывает Высокому о том, что брат Дока был болен раком. Джейс стал буквально одержим идеей лечения рака с помощью акул. Ну а Высокий вспоминает отца. Мой отец говорил мне, что все мужчины рождены для охоты. И в чём он не прав? Я вот тоже, например, охотник. Охочусь за вашими лайками и подписками. Запускается камера декомпрессии, а парочка вновь берётся за старое. Но не друг за друга, а за обсуждение семейных перипетий. Также Док делится тем, что он в курсе, что когда-то тут проводили какие-то эксперименты с дельфинами. Но это всё херня, поэтому отправляемся к Максу, который как раз прибыл на прыгательную скалу. Так, это был не буллинг, и они реально все прыгают? Хм, неожиданно. Ну а булыжника не берут, чтобы испытать, кто продержится под водой дольше. Только почему они держат камень? Это не камень, а минерал. Да, прости, минерал. Почему они держат минерал так, а не вот так? Ну типа солдатикам входить же так проще. А если вот так, то камень можно по голове ударить. Или нет? В общем, об этом история умалчивает. Кимо, так зовут Дредастова, но можете не запоминать. Даже отдаёт свой амулет Максу и прыгает. Следом прыгает безумный Макс. Фух, как долго я терпел, чтобы так его назвать. И следом акула такая, ху**, мы тут распрыгались. А так как у этой акулы 3К в имени, она сжирает Кима. А вот нехуй было свой счастливый медальон отдавать. Ну а пока Кима склеивает ласты, Макс успевает благополучно свалить. А вот его папашку берут на карандаш из-за случившегося. Но он всё ещё не верит. Ладно, малой уточняет, что это была какая-то шероховатая белая акула. Так же Док получает, видимо, выдранный Кима, акулей зуб. Но горожане готовятся к бунту. Док с семьёй уходит в море, и там опять обсуждение, обсуждение, обсуждение. И про семью, и про спасение акулы, и про жопу мамонта. В общем, обсуждают всё. Но тут Док кое-что замечает. И только попробуйте потом сказать, что Конг не образовательный канал. Семейство почти доплывает до острова, но тут по радарам и камерам замечают, что их решил проводить Акульфин. Ну ахуя, спорт это жизнь. Я извиняюсь, а ты ещё кто? Я это, гибрид акулы и блогера. Ладно, ребята, давайте в первый и последний раз. Когда-то я был самой обычной акулой, и жил своей самой обычной акулей жизнью. Но однажды на пляже меня укусил радиоактивный блогер. Тогда начались мои изменения, и я стал тем, кто я есть сейчас. Так, получается, ты благула? Нет, Серёга. Ну, ладно, продолжим, наверное. Давай. Тут Акульфин такой, а какого это ляда все там, а я тут? Ну и решает подняться к друзьям. Придётся на полгода воздержаться от рочки. О, сука. Ты чё, будешь заступаться за этого перекачанного урода? А ты видел цвет кожи этого перекачанного урода? Давай-ка ты лучше продолжай свой обзор. Окей. На следующий день Адам хвастается уловом, а именно якобы убитой им акулы. Но док говорит, что мол, ты лжец им уже ложец, и акулу убил не ты. А Макс предлагает проверить, кого вообще съела эта акула. Давайте вспорим ей брюхо. Но, само собой, Адамантий против. Теперь это моя собственность. Это наша акула. И мы её даем, понял? Далее наш доктор показывает максимальную плодовитость. Он и со знакомыми созванивается, и оборотня от быдла защищает. И мешает половому созреванию сына. Не обрюхать её ненароком. Ещё не обсуждают отрубленный палец и то, что у акул нет когтей. Ха. И вправду нет. Потом дочь забирает папашка, док дозванивается до вояк, а Аманда находит инфу про остров и дока из начала фильма. На остров приехал доктор Бишоп. На этом информация обрывается. Вот и всё. Ребята! Доку перезванивает военный дядька, тот рассказывает ему о том, что на острове происходят очень странные дела. И вояка даёт указания. Ничего не предпринимать. Не пытайтесь поймать, не пытайтесь убить. Никому не рассказывайте. Замачиваю предложение. А в это же время высокий с женой мутят любовные лязьки-мосяськи. А под водой за ними подглядывает оператор. Что это было? Сэр, это я пукнул. Наступает ночь, и мы переносимся на пирс, где зависает наша компаша. Что это? Сэр, это я пукнул. Простите, не удержался. Как и тот. На самом же деле, это оборотень сигналит, чтобы привлечь к себе Акульфина, и после вообще решает искупаться. Но док его вовремя спасает. Что ты там делал? Ты его звал или предупреждал? Не знаю. Компашка приводит оборотня в лабу, так как док понимает, что тот что-то знает, и укладывает его спать. Потом снова очень важные разговоры. Странные дела здесь творятся. Да, очень странные. И, конечно же, блядь, не забываем о Робине. Как дела у Робина? Да всем плевать! А на другом конце мира вояки готовятся прилететь в гости к доку. Сэр, может вы объясните нам, за кем мы охотимся? Мы летим убить акулу, лейтенант. Это ложь. Возвращаемся на острова, где док плавает с Высоким и замечает след от нападения. Посмотри на большой палец. Да какой в жопу большой палец? Ты, получается, акульфину факушку отрубил? Как теперь акульфин факушку будет показывать? Что? Что это? Что это значит? Чёрт! А, это... Ещё док находит поломанные ловушки. Видишь этот шуруп? Его хотели выкрутить. А вы чё думали? Акул-клиптоманов не бывает. Позже, разбираясь с ситуацией, док приходит к выводу. Мне кажется, это существо учится. Я умный. Ну а Макс прогуливается со своей подружайкой и обсуждает её отца полицая. Та ему объясняет, что, мол, для него не вы со своими мутантами, а выполнение его полицайской работы самое важное. Для него это самое главное. Даже главнее, чем ты? Главнее всего. Семейство возвращается на остров, а там оборотень херачит по какому-то люку и вновь зовёт тётю Дженни. Но, как говорится, заставь дурака люк открыть, и он его откроет. Что вы хотели сказать? Тётя Дженни залезла в этот люк? Кто такая тётя Дженни? Она? Это я. А-а-а... Я в этом сомневаюсь. Док с Амандой собираются в бункер, но оборотень их предупреждает. Он не ушёл. Не ушёл. Он улетел! Несмотря на это, парочка спускается, шарабится и находит стул для призыва ведьмы. Ладно, шучу. Но всё же кое-что док находит. Тут ничего нет. Кто там? Кто там? Кто там? Парочка шарухается дальше, и док разжёвывает. Эти коридоры заполняются водой. Вода морская. И ещё вода мокрая. Это всё, конечно, очень интересно и объясняет, как к ним попадёт Акульфин в будущем. Но ё-моё, я хочу смотреть фильм про мутанта-убийцу, а не про учёных-диггеров, которые, угадайте что, шарухаются дальше и находят лабу. Но не мистера Уайта, а доктора Бишопа из начала фильма. Журнал доктора Бишопа. Он почти не пострадал. 25 лет. В супер сыром помещении, где вода чуть ли не с потолка льётся. И журнал не пострадал? Ага, поверил. Прогулка продолжается. Они находят Адамовы ловушки, и тут, наконец-то, в сюжет возвращается Акульфин. Чейс? Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. Док прихватывает журнал, Аманду ранят, но им удаётся убежать. А Акульфин в погоне выбрасывается на сушу. Оно задыхается. Семейство убегает, но оказывается, что Акульфин не помирал, а эволюционировал в сухопутное. Тут как раз на странные звуки возвращаются Макс и батя. Надень шляпу, тормоз. Ну и пока Акульфин только учится ходить, Семейство удается свалить, бункер закрывают, Обертень причитает, что Акульфин не должен ходить. И на этом фильм завершается. Кажется, это не конец. Ну да, это конец первой части. Ты знаешь, что нужно сделать, чтобы вышла вторая? Собственно говоря, пока мы не видим картины в целом, не вижу смысла делать большой итог. Пока что могу сказать одно. Этот фильм хорошо раскрывает персонажей. Очень хорошо. Замечательно. Я бы даже сказал, великолепно, потому что он тратит на это процентов 70 хронометража. Тут столько разговоров, столько растянутых сцен под музыку, скажем так. Столько всего, не влияющего на сюжет, по крайней мере, первой части, что вырежи это, сократи или перемонтируй, и фильм будет идти час. Или даже минут сорок. И при этом ты всё поймёшь о персонажах, а сам фильм станет динамичнее. Я повторюсь, роман не читал. И знаю, что фильм основан на нём не целиком. Но мне кажется, то, что вставили из романа, то и максимально растянули. Но что на страницах романа выглядит лаконично, то на экране становится просто морем воды. А я и не против. Вода — это хорошо. А тебя и не спрашивали. Кстати, насчёт романа про необычную акулу и других необычных акул. Роман, по которому хоть и недословно снят фильм, был выпущен в 1994 году. А также в 1994 году на страницах комиксов появился знакомый многим король акул. Совпадение? Не думаю. Может, плагиат. Может, один вдохновлялся другим. Ну, а может, это поразительная удача и совпадение. А может, и нет. Это вы уж давайте решайте сами. Ну, а на этом у нас всё. И всем большущее спасибо за просмотр. И если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Ссылки на Бусти, Телеграм и прочее. Вы сами знаете, где найти. Ну, а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов и увидимся в следующей серии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok